Многие мои подписчики прислали письма приблизительно одинакового содержания, что мне задают вопрос, а вот Путин 1 марта, когда демонстрировал свои мультики, он блефовал или не блефовал? Он действительно, у нас существуют вот эти вот ракеты с термоядерными двигателями на подводных махах или не существует? Не скрою, друзья мои, меня очень опечалило то, что многие из вас вот задают эти вопросы. Почему? Дело вот в чем. Какая разница, блеф это или не блеф? Разницы нет никакой. Это, как говорится, 146 вопрос и не имеет никакого значения, потому что главное в другом. Ну, во-первых, давайте мы посмотрим. Ну, совершенно очевидно, что Владимир Путин в своей речи угрожал Западу. Зададимся вопросом. Из-за чего? Вот это первый вопрос, который мы должны себе задать. А ответ прост. Он лежит на поверхности. Путин угрожает Западу из-за того, что с ним не хотят разговаривать как с равным, из-за того, что его не уважают. То есть вы вдумайтесь в то, что это означает. А это означает, что в голове у руководителя одной из крупнейших ядерных держав сложилась картина мира, по сути дела, эпохи раннего феодализма. Когда какой-то мелкий королёк, царёк какого-то племени, он грозил войной из-за того, что его не уважают. Ребята, это ранняя стадия феодализма. Вот чтобы было понятно. Причём, понимаете, ведь беда-то вся в том, что вот объясните мне, ну вот так вот, по-человечески. Путина и Россию уважать за что? За то, что ты глава крупнейшего государства по территории на планете Земля? Ну, ребят, ну и что? Ну это бред. Это бред конченый. Или за то, что у тебя есть ядерное оружие? Милчево. Так не у тебя одного. Не уважают там, или уважать за великую историю? Ну помилуйте, ни одной России великая история. И к тому же, ну давайте мы будем трезво смотреть на вещи. И будем понимать, что история великая, невеликая, славная, неславная. Это прошлое. А в настоящем-то что? Чего сегодня добилась Россия за 18 лет правления Путина? 22 миллиона нищих, официальных, заметьте, официальных, 20% от списочного состава граждан Российской Федерации. 15 миллионов людей в предбанкротном состоянии. Это на минуточку 10% населения страны. Разрушением промышленности, разрушением экономики. Чем конкретно? Тем, что разругались со всем миром? Я искренне понимаю. Но, это, так сказать, базис. А второй вопрос. А вот чем грозит Путин? Или блефует там, неважно. Чем конкретно? Ответ прост. Наступательным оружием. Не оборонительным, а наступательным. Ведь, обратите внимание, речь идет не о создании СПРН, это система предупреждения о ракетном нападении. Не о системах защиты. А речь идет о системах нападения. То есть, наш вождь, иными словами, он грозит в Западу системами нападения. И есть у него эти персонажи из его мультиков. Нет их. Это не имеет никакого значения. Поймите, что уже того, что есть в арсенале России, уже достаточно для того, чтобы нанести первый удар. И пусть вот слова Путина, которые он произнес в интервью Владимиру Соловьеву, в его фильме «Миротворец» и так далее, пусть они не сбивают вас с толку. Проблема в том, что идет угроза нападения. То есть, иными словами, что мы получаем? У Путина сложилась в голове, на мой взгляд, совершенно чудочная концепция. Если вы не будете меня уважать, я ударю первую. Но давайте вот мы рассмотрим самое страшное. Это третье. Ну, ребят, вначале давайте так. Вот минимум теории без этого не обойтись. Теории и факты. Что в России, что в США, есть система СПРН или СРО. Это система раннего оповещения. То есть, специальная комплексная система, которая предназначена для обнаружения запуска баллистических ракет, вычислений их траекторий, передачи в центр противоракетной обороны, вот той информации, анализ, на основании которой командование принимает решение об ответных действиях. Ну, вот давайте проведем минимальное сравнение России. Кстати, вот давайте так. Вот не обвиняйте меня в том, что я сейчас буду разглашать самую страшную и ужасную военную тайну, которую хранил мальчишки-бальчишки. Это все есть в открытых источниках в той же самой Википедии. Так вот, смотрите. В России радиолокационная станция наземная, типа Дарьял, она установлена близ города Печора. Радиолокационные станции следующего поколения, типа Воронеж, они установлены в Ленинградской, Оренбургской, Иркутской, Калининградской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. То есть, 8 стационарных РЛС радиолокационных станций. С 2014 года орбитальной группировки ОКС в России не существует. Был потерян в 2014 году последний спутник. Система морского базирования в России нет. Теперь давайте посмотрим, опять же, Википедия вам в помощь, что имеют Соединенные Штаты. В США национальная система противоракетной обороны или NMD по-английски National Missile Defense базируется на следующих компонентах. Такие же, примерно, как РЛС типа Воронеж, приблизительно по ТТХ, стационарные РЛС раннего обнаружения, они находятся Кавалье, Туле, Фаренблейдс, Клер, Бел, Капкот, Кобра Дэйнс, Лешан, Маунтэйнс, Каваджалейн, СБХ, Вардё. 12. 12, ребята, стационарных РЛС. Далее, есть система морского базирования Эйджис. Это 24 корабля, которые оснащены системой Эйджис. В том числе, 5 из них установлены на крейсерах класса Тикандерога и 19 установлены на эсминцах класса Эрлиберг. Дальше, на Гавайях и на Гуаме расположен мобильный комплекс ТХА, который предназначен для перехвата боеголов баллистических ракет. Спутниковая группировка Соединённых Штатов такова на низкой околоземной орбите 24 спутника СТСС, а на геостационарной орбите 5 аппаратов СБИРС. Так вот, обратите внимание, что Путин ни словом не обмолвился о перспективах развития российской СПРН. Ни слова. Только о наступательных вооружениях. Ну, напротив. Американцы, они не скрывают своих планов, они в ближайшие два года доведут число кораблей оснащённых системой Aegis до 32 собираются развернуть третий эшелон системы ПРО и интегрировать национальную систему НМД с японским флотом. При этом к участию в системе НМД высказали практически все члены НАТО плюс такие страны, как Австралия, Монголия, только не падайте со стульев, да-да-да-да-да, Мексика, Грузия, Вьетнам, тоже не падайте со стулов, Израиль, Индия, Иоанн. Ну, хорошо. И вот такой ситуации задумайтесь над простой вещью. Итак, Путина не уважают, окей, он решил шарахнуть там ядрёной бомбой. Дальше что? А дальше вот что. американская система НМД, система раннего обнаружения, она получит сигнал об атаке через 40 секунд после старта. И это максимум. При этом система НПРО, она срабатывает мгновенно и начнёт планомерно уничтожать объекты. Ну, далее, за всё про всё. Ну, то есть, на переговоры президентов и предложение отзали ракеты, ну, то есть, дай команду на самоуничтожение, это примерно 5 минут. И это предел. Сейчас вы поймёте, почему. Тут будет так, что не до политесов. Ну, а теперь давайте считать. Подлётное время, что с территории США до России, что с России до США, это примерно 20 минут. С атомных подводных лодок в океане это 10-15 минут. Ну, вот так. Теперь считаем, российская СПРН, она увидит ответку только тогда, когда ракеты появятся в пределах радиогоризонта. То есть, у вас будет 2-3 минуты на то, чтобы что-то сделать. Ну, вот теперь дальше фантазии. Говорю сразу, честно, дальше это мои фантазии и гипотезы. Допустим, Путин уперся на самоуничтожение команды нет, американские ракеты долетели до цели. А то, что они долетят, это говорит хотя бы тот факт, что хваленые С-400 в Сирии, они чего не смогли сделать против атаки израильской авиации на базу в Сирии. Там израильтяне все расфигачили. и долетят российские ракеты или нет, мне до этого уже нет никакого дела. У меня другой к вам вопрос, друзья мои. А вот лично вы, вот именно вы, тот человек, который меня сейчас слушает, у меня к вам вопрос, а вот лично вы, знаете, где находится ваше бомбоубежье, куда вам надо вот за эти две-три минуты, о которых мы только что говорили и вычислили, куда вам надо явиться. Вы это знаете? Причем на какие сигналы надо реагировать именно вам и как реагировать? Кто ваш руководитель ГО и ЧС, кто вам будет отдавать приказ? Кто зам этого руководителя, если с ним что-то случится? Ваши действия какие? Ну и совсем простой вопрос. А где хранится именно ваш тревожный рюкзачок с набором еды и медикаментов? Ну что, господа любители повоевать США, вы готовы ответить на эти поставленные вопросы? Я понимаю. Запомните одно, что главная проблема в том, что система ГО и ЧС в Российской Федерации для граждан отсутствует как класс. Отсюда следует, что об ответке вы узнаете только по яркой вспышке. Если вам не повезет, если вы не испаритесь сразу, оставив на стене элегантную тень, то через несколько секунд вы почувствуете на себе ударную волну. Поверьте, это будет очень больно. Но даже если вы будете вдали от эпицентра, то последствия не заставят себя долго ждать в виде лучевой болезни, то есть кровавого поноса, рвоты и тому подобных прелестей, ведь радиация это вещь поганая. А если вы еще сомневаетесь в моих словах, то вспомните Челябинский метеорит и задайте себе риторический вопрос, вот тогда было какое-то подобное предупреждение или его не было. Я напомню, что именно тогда челябинцы просто с недоумением наблюдали за какой-то фигней, которая летела, а потом шиндарахнула. Вот и все. Так вот, здесь будет то же самое. И вы до сих пор хотите превратить Америку в ядерный петал? Господа любители повоевать. Я сейчас к вам обращаюсь. Поймите простую вещь. Нет ничего ценнее мира в современных условиях. Ничего. Главное, чтобы был мир. И поэтому вот любые безответственные заявления руководителя любого ранга о ядерном пепле и так далее в первую очередь примеряйте на себя. Потому что я вам сейчас показал как это будет. И будет это страшно. Запомните, вбейте себе в мозг. Главное это мир. Ради мира можно поступиться чем угодно. А уж амбициями тем более. так что язычки-то попридержите.